Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Игровые прохождения, игровые летсплеи на ютубе. Переходите, мне будет очень приятно. Давайте вместе там добьем 40 подписчиков. Ну что же, ребят, у нас начинается третий сезон карьеры за вратаря. Почитал ваши комментарии. Многие за то, чтобы я оставался в Рубине. Потому что сейчас мы с Рубином заняли седьмое место. В любом случае, эта карьера не пойдет так, как я планировал. Потому что я думал, что действительно, если мы будем лучше, и команда будет посильнее, то мы там будем меньше пропускать. Но мы действительно, посмотрите, мы проиграли Локомотиву 1-0 в последние матчи. Сыграли в ничью с Сочи. Здесь, да, обыграли ЦСКА. И тут проиграли, ну, можно так сказать, для нас единственный хороший результат это только победа. Ну и сыграли в ничью с Спартаком. То есть матчи у нас везде всегда минимальны. Если не мы забьем, то обязательно забьют нам. То есть в этом, судя какой-то, здесь карьеры нет. Поэтому я подумываю о том, чтобы уже действительно завершать быстро начатую карьеру за вратаря. То есть сейчас мы отыграем третий сезон. Посмотрим, что из этого выйдет. Наш Хорват в рейтинге поднимется. Все-таки, мне кажется, мы в хорошем... В хороших условиях находимся в таком вот чемпионате, в котором мы сейчас можем стать одним из лучших вратарей. Именно чисто по рейтингу. Вот. Поэтому как-то так. Ну что же, мы остаемся в рубине. Наверное, минимум сейчас на полсезона максимум. Я пока что не знаю. Максимум на год, наверное. Потому что дальше нам надо уж точно будет делать куда-то дальше переход, чтобы тоже наша карьера не оставалась только в рубине. Поэтому как-то так. И, ребята, вот такой вам челлендж. Небольшое задание. Если вы хотите увидеть неделю карьеры за вратаря, набираем под этим видеороликом 30 лайков. Я увижу за сутки, если вы набираете. Я увижу ваш актив. И тогда мы сразу же сделаем карьеру недели за вратаря, чтобы закончить этот третий сезон. И после него мы уже точно будем смотреть, заканчиваем мы эту карьеру или нет. Ну что же, мы переходим в следующий сезон. Предложений мы никаких вроде не получали. Я не знаю, продлевать контракт рубин нам вроде не предлагал. Вот сейчас у нас 77-й рейтинг у вратаря. Отыграли мы за рубины, так понимаю, 16 матчей. Средняя оценка 5,8. Ну вот. За всю карьеру у нас оценка средняя 6,0. Статы кому интересны. Вот у нас есть три навыка. Высокий удар, дальний бросок и убийца пенальти. Здесь как бы показывает, что уже через 3 года у нас будет рейтинг. Ну я так смотрю, 8,6. Ну было бы неплохо. Вот. 46 матчей за получается полтора года мы отыграли за Армению. И 16 за полгода отыграли за рубину. И также вот 10 матчей мы уже отыграли за сборную Хорватии. Писали бы еще вот у вратаря сухие матчи. Было бы вообще замечательно. А то так, что там голые передачи. Когда бы я успевал? Я не штатный пенальтист, чтобы забивать там пенальти. Которых у нас, кстати, не так уж и много, как в реальном футболе. Поэтому как-то так. Что у нас по сообщениям? Желаемый номер. Что у меня с номером? Вроде первый так и должен остаться. Да, первый у меня номер. Все. Переводим время дальше. И будем начинать там уже наш сезон. Итак, Энсини переходит в Баварию. Из Наполя рейтинги национальных сборных обновлены. Франция на первом месте. Но у нас, я так понимаю, прокачалось... Да, низкий удар с рук. Вот, поэтому давайте сейчас что-нибудь еще мы прокачаем. Потому что низкий удар. Ну, мы сейчас чисто все вратарское прокачали. Кстати, у нас-то все есть. Мне писали способности капитана вроде как сделать. Кто-то мне это писал. Поэтому давайте сейчас это мы и сделаем. Тут буквально вот 40 дней. Это уже в этом выпуске. Мы сейчас еще и второе на прокачку поставим. Хотя вряд ли. Я думал, у нас здесь матчей-то побольше будет. Ну, а мы начинаем сейчас, кстати, матчем против Химок дома. Так, Мачука присоединился к Рубину. Не знаю, кто это такой. МТТ переходит в Атлетико Мадрид. Ну, и снова у меня здесь про сборную Хорватии. Сообщение о новичке. Да, Мачука. Меня вызвали в сборную Хорватии. То есть, вот у нас еще матчи. Я вам сказал, что мы будем играть за сборную Хорватии. Даже на товарищеских матчах. До того момента, как у нас будет рейтинг 80. И тогда вот уже, как только будет 80, мы будем играть только в официальных матчах. Итак, соревнования Тинькофф Раша на премьере лига стартуют. Мы играем сегодня дома против Химок. Состав наш на ваших экранах. Давайте посмотрим. Здесь вроде все так и осталось. То есть, вот единственный вот этот вот наш новичок был. Уже даже забыл. Мачука. Центрального защитника мы приобрели. Зачем-то. Ну, кстати, 19-летний. На будущее. Так, ну, здесь у нас Бегич 29. Ну, у Ремовича еще нормально. Вот. Ну, Химок. Такой себе. Ну, чисто обычный состав. То есть, ничего такого там нету. Ну, что же. Рубин против Химок. Поехали. Итак, Казань-Арена. Рубин против Химок. Первый тур российской премьер-лиги. Очередного сезона. Для нас это третий сезон. Уже в нашей карьере завратаря. И может быть последним. Поехали. Так, ну, здесь аккуратненько в руки мы мяч забираем. Через левый фланг попробуем начать атаку. Итак, заканчивается матч. Все так же, как я и говорил, против каких-то Химок. Хотя, да, не спорю, у них сильный состав. То есть, они тоже могут навязать какую-то борьбу. Но даже против них мало моментов мы там создавали. Один удар, один створ за весь матч. У них вообще без моментов. Я из-за этого сейчас получу низкую оценку. То есть, у Лантратова там за один сейв. Вот. Ни одного удара в створ. Ноль сейвов. Два пасса у меня было. Один из них успешный. То есть, 50 на 50. У Лантратова что? Один удар, один створ. Один сейв он сделал. Два пасса из двух успешных. Все. И у него уже оценка 7.0. Я очень редко получаю такие оценки. Итак, заканчивается первый тур. У нас ничья. Одну очко мы получаем. Занимаем сейчас девятую строчку. Средняя оценка у меня за сезон 5.5. Рейтинг 77. Итак, Лионель Мессио достойно награды. Лучший футболист Европы. Итак, сейчас у нас игра выездная против Урала. Они, я так понимаю, там даже кому-то проиграли. Я так смотрю, они проиграли либо Ростову, либо Тамбову. Ну вот. Со счетом 2.0. Ну а мы играем на выезде. Поэтому в любом случае будет интересно, как сыграют обе эти команды. По игрокам, если так смотреть, у нас состав-то все-таки получше. Но будем смотреть. Все-таки это ПЭС. И здесь, мне кажется, даже у Урала есть чисто все там шансы. Я бы форму, не знаю, надо бы нам поменять. Если не нам, то Уралу пусть будет в белой форме. Поехали. Итак, стадион Центральный. Урал против Рубина. Выездная для нас игра. Сейчас мы отыгрываем матч против Урала и уходим на международную паузу. Там у нас будет два, я так понимаю, товарищеских матча, либо уже квалификация какая-то. Так что посмотрим. Отлично, сейчас кулаком выбиваем мяч. И все, заканчивается очередной матч ничьей. Ничейным результатом. 0-0. Хотя бы голы бы залетали. Ладно, там 1-1, но хотя бы голы бы были. Потому что иначе мне нечего вставлять в ролик. Ни одного удара в створ не было. Ни у Урала, ни у нас. Поэтому как-то так. У меня оценка и 5-0 еще почему-то. Гадюр 2, точно как мы видим, паса отдал. Ни одного сейва он не сделал. Один перехват там был. Все, у меня один перехват. 6 пасов. Ну правда, да, 3 успешных может быть из-за этого. Но не суть. Все равно как-то вот странно. Итак, после второго тура мы опускаемся на 10-ю строчку. У меня поднялся рейтинг теперь 78-й. Средняя оценка за сезон 5-3. Итак, сейчас у нас игра за сборную Хорватии против сборной Бельгии. Составы на ваших экранах. Ну что же, Хорватия против сборной Бельгии. Поехали. Итак, Хорватия против сборной Бельгии. Очередная у нас товарищеская игра. Поехали. Отлично. Отбиваем удар Ромелу Лукаку. Ну а здесь мы все-таки пропускаем. Удар головой от Ромелу Лукаку. Еще причем как-то по центру так прошел этот удар. Прям под перекладину нам. Вдолбил. Хотя кажется, что просто он кивнул так головой аккуратно. Перекинул нас. Ну и все. 1-0 мы уже проигрываем. Ну и здесь отлично. Намертво берем удар от того же Лукаку. Ну а здесь мы просто добыпендривались уже. Ромелу Лукаку просто подходит, отбирает мяч и все. То есть я здесь стоял, действительно ждал, когда откроется кто-то на фланге. И пытался опередить Лукаку быстрее, чем он на меня выйдет. Но здесь чисто да, моя ошибка. Вообще не надо было, наверное, просить даже мяч. Пусть сами бы там как-то возились. Но теперь я получу, наверное, очень низкую оценку, конечно, за этот матч. Ну и третий мяч. Вот сейчас я вообще не понимаю, что здесь произошло. Лукаку забивает хэтрик. То есть почему так вышло? То есть удар там действительно был не такой уж и мощный. На него можно было среагировать. Но почему-то вратарь наш не среагировал. Вот это вот очень странно. И все, заканчивается матч. Разгром 3-0 от Бельгии. И хэтрик забивает Лукаку. Лукаку это единственный пока что игрок, который мне забил хэтрик. Поэтому ну как-то так. Что я еще могу здесь сказать? Средняя оценка за сборную у меня 6.1. Рейтинг также 78. Так, мы прокачали способность капитана. Многие насчет вот этой способности капитана просили. Я выполнил. Так, мы посмотрим, что там дальше есть у нас. Может быть, боевой дуг тогда вот прокачать. Почему бы нет? Тоже от капитана и от вратаря это должно как-то исходить. Хорватия сейчас против сборной Англии. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, Хорватия против сборной Англии. Мы действительно провалили игру с бельгийцами. Там и лично я в одном. Во втором голе. Поэтому как-то так. Остальные, мне кажется, чисто там уже команда напривозила. Но себя, ответственности я тоже вот не снимаю. Ой-ой-ой. Здесь вот опасный был первый у нас момент. Музы наших ворот. Вроде мы справились. Здесь отлично, хоть и на рикошете, но мы все равно справились. Отлично. Ну вот это вот самый был, наверное, опасный момент сейчас. Вообще в выпуске. И мы с ним справились. Он пробивал из-под защитника. Я понимал, что скорее всего удар-то будет туда. Поэтому если бы бил в левый угол, который был сейчас как бы в кадре, в дальний, можно так сказать, то я бы уже вряд ли там среагировал. Потому что я уже заранее выбрал угол, в который буду прыгать. Ну а здесь, да, здесь уже я отскок. И я там уже завалился. И Чилл забивает гол. Давайте посмотрим еще раз на повторе. Здесь уже, да, не успел действительно среагировать. Надо было быстрее как-то вставать. Я не знаю, как вратарь здесь может быстрее вставать. Ну вот, пропустили четвертый мяч уже за сборную подряд. В двух матчах. Ну это вообще просто жесть. Отлично, намертво забираем. После этого удара шикарного через себя. Отлично. Выход 1 на 1 сейчас тоже вытащили. И все, после этого заканчивается матч. В концовке удалось спасти хотя бы минимальное поражение такое. Ну что же, у нас был всего лишь один удар в створ. В ворота сборной Англии. У Англии Чарн 4. Но у меня оценка, кстати, 6.5. При том, что я пропустил один мяч. Четыре из двух успешных пасов. Ну как вы поняли, четыре всего. Два успешных. Пять сделал сейвов. То есть вообще замечательный матч. Но правда вот все равно пропустили. Все так же у меня 78-й рейтинг и средняя оценка 6.1. Итак, сейчас у нас кубок России. Снова мы играем против Урала. Играем на нейтральном стадионе. Вот прошлый матч закончился с ними в дичу 0-0. Но сейчас посмотрим, кто все-таки выйдет в четверть финал кубка России. Рубин против Урала. Поехали. Итак, Рубин против Урала. 1-8 кубка России. Поехали. Здесь отлично мы вытащили. Правда я не понимаю, почему на этом выходе мы сразу не забрали мяч руками. То есть странно было, но слава богу еще и удар от ворот. Ну что же, у нас стартовало дополнительное время в 1-8 кубка России. Рубин против Урала. Все так же у нас пока что счет 0-0. И все, друзья. Финальный свисток и наша первая серия пенальти, если я не ошибаюсь, в карьере. Сейчас мы посмотрим, будем. Или нам вообще ничего не покажут, да? Думал, там вот показывают. Мы будем бить последними, если уж так пойдет. Ну а у Урала будет четвертый вот удар. Бигфаулды. Кстати, Артем Шабалин. Третий номер. Ну, третьим будет пробивать. Мы видим, у него пенальти 65. У меня есть на канале ролик с ним. Правда, я его пенальти, так что обязательно переходите там, смотрите. Поэтому, ну что ж, посмотрим. Рубин против Урала. Первым бьет Рубин. Олег Шатов подходит к мячу. Ну и замечательно, развел по углам. 1-0. Так, ну теперь Минаев. Отлично, я угадал. Вот в пессе видно всегда, если смотрит в правый угол, бьет в левый. Вот это вот пока что закономерность срабатывает. Пока что замечательно отыграли. Итак, Макаров подходит к мячу. Удар по центру, вверхом вообще замечательно. Под самую перекладину пробил. Так, Эль Кабир. Так, ну здесь это тоже сработало. Он так же смотрел вправо, но пробил в левый верхний угол. Но там вряд ли бы я даже, если бы угадал угол, достал бы этот мяч. Деспотович отлично забивает. По центру 3-1 пока что ведем. Но сейчас надо нам тоже отбивать. Отбивать Шабалин. Шабалин подходит к мячу. А он тоже разводит нас. 69 номер Урала. Вот это вот обидно. Имбиом. Имбиом подходит к мячу. И тут замечательно. То есть сейчас, если я спасаю ворота Рубина, как раз Эрик Бекфалви подходит к мячу. Самый лучший пенальтист Урала. А он по центру. Он по центру. Я один всего лишь первый удар угадал. Остальные они мне раскидали. Но вот сейчас, если Рубин забивает. К мячу, кстати, подходит Коновалов. А нет. А нет, Гадзюр спасает. Вот сейчас нам именно надо вступать в эту борьбу. К мячу подходит под Березкин, я так понимаю. Но вот нам надо спасать. Ой, Йоги, ну как так-то, а? Один единственный удар мы только угадали. В начале и все, дальше нас просто разводят. Так. Вот сейчас все. Все, так же ничья. Угадывает. Но теперь нам просто нет шансов. Нам надо только вытаскивать. Других вариантов у нас быть не может. Ну все. Урал проходит дальше. Мы единственным своим первым сейвом хоть какую-то надежду дали болельщикам из Татарстана. И все. Мы вылетаем. 5-4 по пенальти. Ну вот как-то так. Средняя оценка у меня уже вообще упала. 5-3. Ну, обидно. Обиднейший вылет. Итак, сейчас у нас игра против Спартака. Они идут на пятой строчке. Мы с ними заканчивали прошлый сезон. Отыграли в ничью 0-0. Посмотрим, как сегодня мы против них сыграем. Соболев наш, мой точнее, земляк в нападении. Ну что ж, посмотрим. Итак, Казань-Арена. Рубин принимает сегодня Спартак. Мы принимаем сегодня овации от болельщиков. Я надеюсь на их поддержку. Из-за того, что мы вылетели в 1-8 Кубке России. И больше не сможем вступить в эту борьбу за кубок. В любом случае, поддержка болельщиков нам очень важна. И забивает Виктор Модес. Зря мы вышли на него. И он, я так понимаю, в дальний угол сейчас пробил. Но здесь тоже, что делали защитники? Вот как здесь можно было его упустить? Ну и да, здесь уже все. Обидно. И отлично. Здесь мы удар Соболева вытащили. Я думал, на самом деле, что он будет отдавать передачу, но нет. Он решил пробить в ближний угол, в котором мы и стояли. Но мы вытащили отлично. И все, заканчивается матч. Минимальное поражение от Спартака. Единственный гол забил Виктор Модес. Он, скорее всего, и станет лучшим игроком этого матча. Оценка у меня 6.0. Один был удар в створ, как вы видите. Я сделал один сейф. Один пас успешный из одного. Так что мы еще и лучше Сельхова отыграли. После третьего тура мы опускаемся на одиннадцатую строчку. Средняя оценка у нас за сезон 5.5. И рейтинг все так же 78. Итак, сейчас у нас выездная игра против Зенита. Я не знаю, на какой они сейчас там. На первый, наверное, идут. Но на второй. Но в любом случае у них три победы из трех. Они будут сейчас стараться выиграть и четвертый матч подряд. Итак, составы команд на ваших экранах. Зенит против Рубина. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит принимает Рубин. В рамках четвертого тура Российской премьер-лиги. Поехали. Отлично. Удар Артема Дзюба мы потащили. Кулаками еще выбиваем. И Дзюба все-таки забивает. Мне просто вратарь сейчас не выходил. Я не знаю, почему. Но здесь надо было нам рвать дистанцию, выходить вперед. Но он просто встал. Вот. Что здесь мешало? Еще ногу так замахнул. Мог хотя бы ногу выставить. То есть, ребят, на этом идет прям уже полный бред. Скорее всего, это будет сейчас последняя серия карьеры за вратаря. И все, заканчивается матч. Минимальное снова поражение у нас теперь от Зенита. Вот как-то так. У меня оценка вообще 4,5. То есть, все-таки это была, по ходу, моя ошибка. Вот. Хотя было вот 3 удара в створ. Как-то я сделал один сейф. Не знаю, куда другие удары пришлись. 3 паса. Два из них успешных. Поэтому я не знаю, в чем здесь была прям моя ошибка. Вратарь сам не выходил. Мы опускаемся уже на 12-ю строчку. Средняя оценка у меня за сезон 5,3. Рейтинг 78. Ну что же, у нас сейчас, скорее всего, вообще последняя игра в нашей рубрике в карьере за вратаря. Поэтому я не знаю, если вы хотите, чтобы эта рубрика дальше жила. Это карьера. Вот. Набираем 30 лайков. И следующий ролик точно выйдет. Но пока что, мне кажется, мы будем уж точно заканчивать. Локомотив сейчас идет на второй строчке. То есть, Зенит единственная команда, которая 4 там матча из 4 выиграли. Состав Локомотива на ваших экранах. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну и все. Поехали. Итак, Рубин против Локомотива. Последний матч в нашей карьере. Поехали. Отлично, кулаком сейчас выбиваем. И все, заканчивается матч. Нулевая ничья. И на этом мы завершаем в целом, мне кажется, нашу карьеру за игрока. Если только вы там каким-то чудом не наберете 30 лайков, то мы точно завершаем карьеру за вратаря. Ну, я не знаю. Просто карьера вообще никак не продвигается. Остановилась на своем вот этом этапе. Матчи играем, играем. Не забиваем. Хоть я поменял команду, хоть и не поменял. Все равно нету от нашей команды, за которую я выступаю, забитых мячей. Поэтому я не вижу здесь смысла. В FIFA я пробовал карьеру за вратаря, не на запись. Там вроде как более-менее что-то получается. Там и моменты более интересные. Поэтому, возможно, в FIFA в следующем году мы что-нибудь сделаем. Либо не в следующем. Когда-то мы точно сделаем карьеру за вратаря. Но, правда, в FIFA в Pro Evolution Soccer, честно, мне вот не понравилась карьера за вратаря. Вот так вот. Поэтому, ребят, пишите в комментариях там ваше мнение. Лайки собираем. 30 лайков. И будет все-таки продолжение еще как минимум на один выпуск. Я не знаю. Но как-то так. Вот. 6 матчей нам пишут в новостях. Рубин без побед. Поэтому, ну, как-то так. Ребят, в общем, спасибо вам большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей. Канал Футбол. И отожиданного встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok